На данный момент подано больше 400 заявок по городу Мариуполь. Набор продолжается. На данный момент набор продлен даже до 10 июля. Мы приглашаем всех желающих. Пройдете этап и будете работать вместе с нами. Поэтому сегодня и состоялся вот этот вот вебинар с городами области. Мы охватываем не только Мариуполь, мы также приглашаем людей с области. Если кандидат соответствует всем требованиям, почему бы и нет, почему бы это не повод приехать вместе с нами, защищать наш город от понятия. На данный момент 111 бакантных мест по городу Мариуполь. Мы не то что планируем, мы уверены, что наберут всех, потому что патрульная полиция за год себя проявила. В том году комиссия была разноплановая. Это были как сотрудники национальной полиции, так и общественные деятельности. В этом году большую часть будут составлять непосредственно сотрудники управления патрульной полиции. Ну и плюс мы будем привлекать обязательно общественность. Нам интересно и мнение со стороны. Мне вот интересно что-то надо охранять. Молись у нас, зло-мышленников. Вы попробуете себя вообще? Думаю, да. Как вам кажется самое сложное вообще, что будет в предупреждении? Занятия, думаю, будет физическая подготовка. Вы все-таки справитесь? Думаю, да. Я только не знаю ничего, ну не знаю. Попробовать надо же первый раз. Что-то как. Попробовать? Ну вот зарплата может вас привлекла или там? Да мне зарплата здесь тоже нормально, не знаю. Мне нравится, как они ходят, там смотрят за порядком. Права есть или вы готовы получить? Нет, права у меня нет. Права же не готовы пока получатся. А как вы вот здесь права обязательные условия? Нужно учиться, значит? Не знаю. Может в дальнейшем буду учиться. Не знаю пока. Еще бы там не думала. То есть в принципе в основном привлекает то, что можно как-то помогать. Да, помогать там можно. И в форме ходить. Да, и в форме ходить. Это порядка четырех месяцев. На этот момент не будет зарплаты 10 тысяч, которая сейчас озвучена. Это будет стипендия порядка до трех тысяч. С момента вступа на навчание с того же дня вы будете зарахованы до лавы национальной полиции Украины. И у вас же будет спецзвание, это рядовый, и будете получать минимальную зарплату, как минимум. Кроме того, еще раз вимоги. Это гражданство Украины, еще раз нагадую, веки 20 до 35, полна, загальна, середняя або вищая освіта, наявность водительского посвящения категории Б и готовность службы в любом месте Украины у этих служб был необходим.